Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! В этот день Святая Церковь чествует святителя Василия Великого, предлагая в память о святом для нашего наседания отрывок из Евангелия от Луки, глава 6, стихи с 17 по 23. Но наше внимание сегодня мы обратим к событию обрезания Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, о котором мы читаем во 2 главе Евангелия от Луки, стихи с 20 по 21 и с 40 по 52. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время она, возвратишися пастырия, славяще и хваляще Бога о всех, я же слыша и видиша, яка же глаголана бысть к ним. Игда исполнишися осень дни, да обрежут его, и нарекоши имя ему Иисус, нареченное ангелом, прежде даже не зачатися во чреве, отрача же растяши и крепляшися духом, исполняйся при мудрости и благодать Божия бена нем. И хождаст родители его на всякое лето во Иерусалим на праздник Пасхи. Игда быть двоюна десяти лету, восходящим им во Иерусалим, по обычаю праздника, и скончавшим дни, и возвращающимся им, аста отрок Иисус во Иерусалиме, и не разуме Иосиф и мать Его. Амневши же Его во дружине суща, приидоста дне путь, и искаста Его в осродницах и в знаемых, и не обретши Его возвратистося во Иерусалим, взыскающий Его. И бысть по три днях обретоста Его в церкви, сидящей посреди учителей, и послушающа их, и вопрошающа их. Ужасахуся же вси послушающи Его о разуме и о ответях Его, и видюши Его девистося, и к нему мати Его рече, чадо, что сотвори нама тако, се отец твой, и аз болящий искахома тебе, и рече к нима, что яка искаста мене, невеста ли, яка в тех, я же отца моего достоит быть ими. И та не разуместа глагола, и же глагола има, и сниди с нима, и придя в Назарет, и бе повинуяся има, и мати Его соблюдаша вся глагола сия в сердце своем, и Иисус приспеваши премудростью и возрастом, и благодатью от Бога и человек. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии восьми дней, когда надержало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его во чреве. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. «Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме? И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слышавшие его, дивились разуму и ответом его. И, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и у человеков». Удивительно, дорогие братья и сестры, что первыми в весть о рождении Спасителя в мир получили пастухи. Ортодоксальные иудеи презирали пастухов, так они не могли совершать все детальные установления закона. Но именно им, простым людям полей, была первым послана весть Божия. «Хотя Господь и осуждал непомерную ношу различных предписаний закона, о которых так пеклись фарисеи и законники, Он пришел в этот мир исполнить закон, тот закон, который Сам дал людям для спасения». Одним из таких древнейших норм закона было повеление праотцу Адаму, и через него всему еврейскому народу совершать обрезание, как символ завета между Богом и избранным его народом. «Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным». Так в восьмой день после рождения в мир Господь наш Иисус Христос был принесен к священнику для совершения над ним ветхозаветного чина или таинства обрезания. Как говорил святитель Дмитрий Ростовский, в обрезании владыка наш явил большее смирение, нежели в рождении своем. В рождении он принял образ человека, в обрезании же он принял образ грешника, как грешник, претерпевая боль, положенную за грех. Господь пришел установить новый закон, но вместе с тем ему необходимо было исполнить и ветхий. И вот он с самого своего рождения начинает исполнять закон посредством священнодействия, которому приносит его Пречистая Дева Богородица Иосиф Обручник. Таким образом, законодавец первый подчинился закону. Чин обрезания был не единственным обрядом, совершаемым на восьмой день после рождения ребенка. В этот день также нарекали имя. Именно поэтому мы читаем в Евангелии. Дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. Имя Иисус – греческая форма еврейского имени Иешуа, что является сокращением от имени Иехошуа, состоящего из корней слов Иехова, огласовки священной тетраграммы Яхвы, имени Бога, явленном пророку Моисею на горе Синай Ишуа, в переводе означает «спасение». Это имя было весьма распространено среди иудеев. Чаще всего детей называли так в память ученика пророка Моисея и завоевателя земли Израильской Иисуса Новина. И в этом случае имя переводили «Бог спасения его». Но после того, как нам была явлена тайна Бога воплощения, перевод имени Христа стал более понятен – «Бог спаситель». Как отмечает митрополит Вениамин Фетченков, дело Господа Иисуса Христа в одном имени – «спаситель». Иисус – имя Ему. Как это и отрадно, и важно, и понятно. В эти дни, дорогие братья и сестры, нам вновь открывается вся полнота божественной любви. Спаситель со дней своего младенчества начинает претерпевать боль телесную, а затем и боль сердечную о каждом из нас, исполняя закон от начала своего рождения до момента крестной смерти. Нам же остается лишь с чувством благодарности принимать эту любовь, сохраняя ее в сердце своем и делясь ею с людьми вокруг нас. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, натяну повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok